При московском храме 40 мучеников Севастийских действует школа звонарей. Обучиться всем тонкостям колокольного звона можно с нуля. Однако там ждут и мастеров из московских церквей и монастырей. Тем более, что руководить школой опытный наставник. Подробности в следующем сюжете. Обучает всех желающих Николай Завьялов. Он занимается звонами уже более 20 лет и успел накопить солидный практический опыт. Николай Иванович принимал участие в возрождении звонов в московском Кремле, в Храме Христа Спасителя, на Валааме и во многих приходах и монастырях. Он автор многих публикаций об уставных порядках совершения звонов. Хочет человек прийти пообщаться. Вот здесь у нас такая небольшая площадка, такой вот кабинет, лекторий, постоянно действующий семинар, куда можно прийти. Можно прийти с проблемами, поспрашивать, как поступить в каком-то конкретном случае. Можно прийти познакомиться со звонарями. Можно попросить показать какой-то элемент техники звона. Есть даже те, кто приходят совсем не умеющие ничего. И даже с новичками у нас за некоторое время получается так, что они становятся настоящими звонарями. Собираются звонари каждое воскресенье, после полудня. Сейчас занимается около десятка человек. Приезжают не только из разных концов Москвы, но даже из ближайших городов. Не только новички, но и мастера. Я поняла, что мне каких-то знаний не хватает дополнительно. И вот хорошо было бы, чтобы мне заново поставили чуть-чуть двойку, объяснили немножко с окончанием. То есть вот и посмотреть, к тому же все звонари друг по другу учатся, всегда можно приглядеть что-то новое. И, конечно же, у Николая Ивановича, и у его учеников тоже. Залогом успеха в этом деле, впрочем, как и во многом другом, является трудолюбие, а также элементарные музыкальные навыки. Они закрепляются при помощи специальных упражнений. А совершенствовать свое мастерство можно до конца дней. Как говорят мастера, звук колокола – это молитва, отлитая в бронзе. И здесь нет предела совершенству.